Дорогие мои друзья, всем добрый вечер! Наконец-то мы с вами встретились, и я вам сейчас вещаю из нашей бытовки. Помните, мы с вами ее привезли в октябре месяце? Так вот, наконец-то мы ее обделали, и у нас получилась вот такая вот красота. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. При самом входе, да, вот вход в бытовку, все, при самом ее входе, нас встречает коза Варя, которая жила с овцами. Теперь у нее есть отдельные хоромы, по размерам не скажу, это даже я не знаю. Делали просто так, чтобы бытовку можно было использовать по максимуму. Значит, у нее есть сенек, но почему-то она есть сейчас сено с полом. У нас Варечка родила вот такого козленочка, но не бойся, не бойся. У Варя сейчас стресс, потому что все-таки новое место, побаивается. Вот ее козленок Смурфик, друзья, признакомьтесь. Вот видите, какой красивый. Варя, а тебе нужно дать сырюлю, надо тебе бороду подстричь, не люблю коз с бородой. Вот, Варечка коза у нас небольшая, рогатая, поэтому живет отдельно теперь ото всех и в таком загончике. Ей тут очень даже комфортно. Место есть, лампа красная ее греет, торшер имеется, кормушка сена с хорошим сеном имеется. Сейчас у нас уже поздно, 11 вечера, я уже всех накормил, напоил. Вот, так что сейчас скоро они будут укладываться спать. Так, всю, значит, бытовочку у нас обогревает вот такой вот обогреватель. Доброе тепло. И вот сейчас давайте посмотрим температуру у нас тут. 13 градусов, очень хорошо на улице, сейчас, наверное, минус 6. Так, друзья, смотрите, дальше у нас появились новые жители. Это два кота, знакомьтесь, это Вильсон и Вильям. Честно, я еще сам путаюсь, кто из них кто, потому что это два брата, так как мы понимаем, молодых. Возможно, это даже еще котята этого года. Вот. Мне их подбросили буквально позавчера. Перенесли их в переноски и оставили. Поэтому на скорую руку были куплены вот и миски, там, поилка, а лежанку еще я не успел. Такс, как вы помните, я вам говорил, вот эти два загонщика у нас предназначены для того, чтобы содержать поросят. Поросята пока же здесь только эти. Это у нас, значит, уголек с его напарником. Друзья, вот что-то я делаю не так. И, например, уголек у нас совершенно не растет. Но моя гипотеза в том, что нужно их протравить от глистов и проставить витамины. Я думаю, что в рост не пойдут. Вот. Сейчас я еще мазался весь. Сейчас давайте им нальем молочка. Вот у нас тут две бочки с кормом есть. Это фанерка. Просто тут она лишняя. Какую роль она не играет. Вот. Конечно, тут еще нужно будет доделать, поставить здесь столик. И сюда два небольших столика. А, вот точно. Я еще котикам лоточек приобрел. Может быть, лоточек будут ходить. Потому что они боятся еще меня. Они боятся улицы. И вот пока они с этой своей полочки с места не сдвигаются. Так, не знаю, получится ли у меня сейчас налить одной рукой. Но постараюсь. Вот тут всякая молочка. Ну, что ты делаешь? Вот пей. Значит, смотрите. Как устроен мой мини-свинарник, так скажем. Вот, значит, их загончик. Загончик разделен на две части. Видите, там у них кроватка. Там лежит сено. А под полочкой красная лампа, которая греет. Честно сказать, я сейчас наблюдаю за ними. Хочу посмотреть, когда они уже улягутся. Вот. Но пока не вижу. Так, выпили. Дурачок. Там кормушка сделана специально для двоих. Кшшшшшшшшш. Ой. Опа. Давай, отойди. И дурачки. Вот дурачки-то. Вот, честно сказать, этот беленький, он, конечно, подрос. А уголек стоит на одном месте. А, не договорил. И также я думаю, конечно, что их там большая нюша их объедала. Но вот теперь они будут содержаться в тепле, в уюте, и я думаю, что в полной сытости. Я, конечно, и так кормлю как бы хорошо, ну, убой, так скажем. Но, наверное, просто так, как они содержались в пятером, и большая нюша их объедала. Так, следующий загончик, это у нас сиротка. Сиротка по кличке Мышь. Мои знакомые, мои знакомые мне ее привезли с Горец, это там сосед. Смотрите, как заинтересовался это, наверное, Вильям. Думает, кто там так чавкает. Вот, они мне ее привезли с Горец, у нее при родах умерла мама. Люди работают, возиться с ним не могут, с ней. И они мне ее привезли. Вот, и теперь я вот с ним мучаюсь, хожу, даю вот коз и пою ее из бутылочки. Но она, конечно, меня еще боится. С ней по соседству живет кролик, кролик породы Рекс. О кроликах ждите новое видео, я вам расскажу. Единственное, что для нее просто еще не готова клеточка, и поэтому она живет с кроличком. Смотрите, она какая красивая. Белорыженькая такая. И мышь красивая, конечно. Мышь тоже красивая. Но вот боится она меня еще. Вот. Это только что покушала. Мышка. А ты какая злюка-то, а? Злюка какая сидит тут. Вы видели? Злюка сидит. Да, зверь, а не кролик. Вот они, коты-то какие. Ой, красавцы-то, а. Ну что ж, будете ловить мне крыс и мышей. Смотрите, как Вильям интересуется. Ну-ка, давайте посмотрим. Уголетчик пьет. Такс. Но тут еще не все, друзья. Вот стоит клетка для перепелов. Они у меня. Нет, сиди, сиди тут. Ты уже покушала. Все, сиди. Не плачь. Не плачь. Ты же молчала уже. Ты покушала. Да, мамы нету. Все. Спать уже пора. Она мама. Все, давай. Все, она теперь нам, наверное, не даст поговорить. Эта клетка у меня уже была. Я думаю, что сейчас уже будем заводить потихонечку заново перепелов. Но так как у меня сараи, в котором они содержались, он не очень теплый. Поэтому перепелов держалось сезонно. А теперь здесь, прошу прощения, не перебивай, мышь. Но да, еще громче давай кричать, конечно. Друзья, все, расскажу теперь вкратце. Думаю, что сейчас скоро заведем перепелов. А вообще в планах иметь такие... Я сейчас посмотрел в интернете. Есть такие же клетки, только трехъярусные. Вот как раз-таки она вот сюда встанет. Можно их купить две штуки. Вот, я уже померил, что они сюда вот встают. А эта сюда не встает, следующий, третий ряд. Так что вот. Друзья, ну вот так вот сейчас вот выглядит наша вот бытовочка. Я очень доволен. Наконец-то мы ее сделали. Прямо очень и очень здорово. Тут еще вот строительный мусор остался. Так что, друзья, мечты сбываются. Главное, идите к своим целям. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно ждите новых роликов. У нас сейчас потеплело. И ролики я буду сейчас снимать почаще. Тем более мне есть, что вам рассказать. Все. Всем пока-пока.